Дело в том, что предателями их называют в основном из-за их активной позиции в том плане, что они не доверяют израильским судам, израильским правоохранительным органам, в частности армейской юрисдикции, армейским юридическим органам, не доверяют. Поэтому все материалы о так называемых зверствах израильской военщины, которые добывают бицелем, они в первую очередь переправляют на Запад, переправляют в иностранным государствам, иностранным деятелям и так далее. Они категорически не желают сотрудничать с ЦАЛем, в отличие от Шалом Ахшаф, например. Потому что Шалом Ахшаф, все те материалы, которые они собирают, материалы не менее острые, чем бицелем, иногда даже более острые, они передают в армейскую прокуратуру и говорят, разбирайтесь, не будете вы разбираться, будут разбираться международные суды. В этом коренное отличие бицелема, например, от Шалом Ахшаф. Поэтому, когда гражданин страны собирает компрометирующие материалы и передает их иностранному государству, это вызывает ощущение предательства работы на иностранную разведку, враги народа, шпионы и так далее. Есть в этом действительно не очень этичный подход, на мой взгляд. Потому что все же разбирательство первичное должно быть внутри страны. Поэтому отношения неоднозначные. Ведь что такое бицелем? Бицелем – это цитата из Танаха и Стары, когда это, в принципе, по образу и подобию. То есть Бог создал человека бицелем, то есть по своему образу и подобию. Поэтому есть еще и некое противоречие в названии этой организации с тем, что она делает. Это не по нашему образу и подобию, как бы, человека. Так давайте мы будем внутри решать, давайте мы будем бороться. Если мы за свою страну болеем, и мы хотим, чтобы у нас все было чисто, и армия была супер-дупер-этичная и высокоморальная, чтобы ни сучка, ни задоренька, так давайте с армией тогда работать. Чего же мы сразу бежим к иностранным инвесторам? А бицелем за время своей деятельности получил 22 миллиона долларов финансирования из-за рубежа. И практически 100%, недавно были опубликованы данные, практически 100% финансирования этой организации из зарубежных источников. Это, между прочим, посольство Норвегии, это страны ЕС и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, получая от них деньги, они им информацию и перенаправляют. Поэтому как относиться? Сложно относиться? Понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!